Социальная стратификация очень пугающее словосочетание для всех, кто сдаёт ОГЭ по обществу о знанию и даже ЕГЭ по обществу о знанию. Но, как обычно, это на самом деле очень простая, понятная и лёгкая тема. Её нужно просто правильно объяснить и правильно понять. И сейчас, буквально за несколько минут, я это сделаю, и у вас больше не будет проблем с социальной стратификацией. Вы с ней всегда будете на «ты» и всё будете понимать. Меня зовут Егор Кант, я руководитель направления ОГЭ по обществу о знанию в Школково. И давайте смотреть сюда. Во-первых, социальная стратификация – это система признаков и критериев социального расслоения, формирования социальной иерархии. И, конечно же, когда мы прочитали это определение, нам всё стало понятно, и мы такие «А, вот это что!» Социальная иерархия, ясненько. Большинство людей не понимают это определение, которое у нас написано везде во всех учебниках, и даже не понимают слово «стратификация», что это такое. То есть никто это никогда не слышал. Давайте разбираться по пунктам. Во-первых, что такое стратификация? Страта – это слой. То есть по-русски, вот если прям по-русски говорить, социальная стратификация – это общественное слоение или общественное расслоение. То есть социальная стратификация – это когда мы берём общество, это мешанина из людей, если что, да, вот куча-куча-куча-куча людей, и мы этих людей делим по слоям. Типа мы на верхний слой мы загоняем самых богатых, потом посередине людей средних, а вниз – бедных. И вот мы вот так вот условно их поделили на слои, как слоёный пирог у нас такой получился, пирамидка. Это и есть социальная стратификация. То есть мы условно, воображаемо делим общество всех людей на слои на основе определённых критериев. Например, самый простой критерий – это сколько у тебя денег, сколько бабок ты зарабатываешь. Если зарабатываешь много бабок, добро пожаловать в высший слой. Ты тут будешь наверху, ты хороший, ты много зарабатываешь. Если средненько зарабатываешь, будешь в среднем слое, тоже нормально, тоже неплохо. Если зарабатываешь, ну более-менее достаточно, будешь в базовом слое. Если зарабатываешь очень мало и прям такой на границе с бедностью, то будешь в низшем слое. А если вообще ничего не зарабатываешь, бомжуешь на помойке, то будешь на социальном дне, так называемом люмпином. Вот так и работает социальная стратификация. То есть мы спрашиваем всех людей условно, сколько они зарабатывают, и в зависимости от того, сколько они зарабатывают, мы их условно ставим в верхний слой, средний слой, базовый слой и низший слой. И по сути, большинство людей мечтают попасть как раз в высший слой, начать зарабатывать очень много и стать вот тут на вершинку всей этой пирамидки. То есть мы представляем общество в виде пирамидки, где на самом верху находятся самые богатые, потом средние, потом бедные. Взяли и просто поделили на слои. Вот это и есть социальная стратификация. На основе определенных критериев, показателей, мы делим общество на слои. Когда в определении вам говорят формирование социальной иерархии, имеется в виду, что такое иерархия? От высшего к низшего. То есть когда мы распределяем самый богатый, более бедный, еще более бедный, еще более бедный, самый бедный. Вот это вот и есть иерархия. Пирамидка вот эта вот научным языком называется иерархия. Просто тут ничего сложного нет. Получается стратификация деления общества на слои. Высший слой это самые богатые и там люди с огромным объемом власти, президенты, министры, депутаты, бизнесмены и так далее. Средний слой это люди типа там врачи, юристы, бухгалтера, экономисты и так далее. Базовый слой это обычно слесари, токари, сварщики и прочие ребята. Низший слой уборщики, дворники, социальное дно, бомжи там, наркоманы и так далее. Вот это социальная стратификация. Но самое главное, что про нее нужно знать, это критерии социальной стратификации. На всякий случай напомню, что критерий это показатель, с помощью которого мы определяем, в какой слой тебя засунуть. Ты в высшем слое будешь, в среднем или в базовом, или в низшем, или вообще ты будешь люмпином на социальном дне. Как это понять, как это определить? Для этого есть вот эти самые критерии. Давайте на них посмотрим. Ключевой и самый главный критерий это объем власти. Сколько власти у тебя? Ну, типа, это вполне логично и понятно. Если у тебя очень много власти, ты там президент или царь, ты будешь на самом верху. Если власти у тебя вообще нет, ты будешь внизу. Уровень дохода, то есть сколько денег ты зарабатываешь? Естественно, понятно и логично, те, кто зарабатывает много-много-много денег, они на самом верху. Те, кто зарабатывает мало денег, они в самом низу. Престиж профессии. Иногда просто пишут престиж, без слова профессия. Да, престиж это уважение профессии в обществе. Ну, то есть, например, какой-нибудь профессор, это очень уважаемая профессия, да, или, я, кстати, не знаю, профессор это профессия. Ну, окей, давайте возьмем какую-нибудь другую профессию. Банкир, юрист, да, врач, это уважаемые профессии, они находятся по своему статусу высоко. А, скажем, какой-нибудь уборщик или дворник, он находится по статусу внизу. То есть, сравните, кардиохирург и дворник, кардиохирург и дворник. Ну, типа, понятно, что кардиохирург как-то повыше будет, потому что у него более престижная профессия. Ну, и уровень образования сюда же, то есть, чел, у которого там два высших образования, докторская степень, и он вообще такой прям супер прошаренный, он, скорее всего, будет выше по статусу, чем человек, у которого там закончил 9 классов и пошел подметать туалеты. Ну, типа, понятно, разница, все-таки уровень образования показывает, что вы как бы повыше в обществе забрались. И вот все эти критерии, они очень часто вызывают путаницу, ребята забывают, что-то теряют. Поэтому, чтобы все запомнить, у нас есть шикарная картинка, которую вы просто себе в голову должны вбить, вот посмотреть на эту картинку и такие, ага, это картинка, я запомнил картинку, и вы запомнили картинку, запомнили, соответственно, все критерии социальной стратификации. Картинка максимально абсурдная. Мы представляем себе ситуацию. МГУ, вот оно стоит, на фоне, вот прям рядом с ним стоит Путин, Владимир Владимирович, и врач внезапно. И Путин дает врачу денежку, ну, типа, 100 баксов, просто за то, что врач классный мужик, просто так, по приколу. Получается, что МГУ это уровень образования, Путин это власть, объем власти. Врач это профессия престижная, престиж, и деньги это уровень дохода. Ну, деньги, понятно, доход. Все, 4 критерия на одной картинке, 4 элемента, МГУ, Путин, врач и 100 баксов. Запомнили картинку, отразили ее у себя в голове, запомнили все критерии социальной стратификации, у вас с ними проблем точно не будет. Давайте теперь попрактикуемся в задачках, и на всякий случай напоминаю, что конспектик можно забрать в телеге, то есть, чтобы это потом еще раз повторить, вспомнить, забирайте в телеге, если не в телеграме смотрите этот урок, а где-то еще. Переходите по ссылке или вбивайте в поиск, Егор Кант, вбиваете, переходите, находите, забираете конспектик. Если в телеге смотрите, просто под уроком будет конспект. Итак, что у нас с вами здесь? Задачки на социальную стратификацию. Первое. Выделяют следующие критерии социальной стратификации. Личные авторитеты, престиж, профессии. Фу, сразу все такие, не-не-не, минусуем, потому что никакого личного авторитета там нет. Престиж профессии есть, да, уровень дохода, объем власти, престиж профессии, уровень образования, это есть. А вот личного авторитета, авторитет-то уважуха. Ну, типа, знаете, там, Вася самый уважаемый парень во дворе, и все его уважают. Это вообще Вася Штырь, ты че, самый авторитетный. Вот это авторитет, но, типа, это не показывает положение Вася Штыря в обществе, может, он на самом деле алкоголик или уборщик или кто-нибудь еще. Поэтому, короче, авторитет-то не критерий социальной стратификации вообще. Все четыре критерия вы знаете, кроме этих четырех критериев никаких других нет. Социальная стратификация обозначает систему признаков критериев социального расслоения. Да, мы сказали, страта-это слой. Получается, социальная стратификация-это и есть социальное расслоение, разделение общества на слои. Значит, верно только В, ответ 2. Окей, двигаемся дальше. Объем власти определяется количеством денежных поступлений индивидуя или семьи в определенный период времени? Нет, здесь на логику чисто подумать. Да, подумайте, объем власти это что? Это не про деньги. Про деньги это доход, уровень дохода. Да, уровень дохода определяется денежными поступлениями. Я не спорю. А вот объем власти это про то, насколько большими социальными группами вы можете управлять, влиять, да, вот это вот все. Но ни в коем случае не про деньги. Про деньги у нас уровень дохода. Это отдельный критерий социальной стратификации. Поэтому минусуем ашку. К критериям социальной стратификации относится уровень дохода. Ну, это понятно, да, конечно, да. Но мы с вами это знаем. Опять же, верно только В, ответ 2. И, как всегда, если вам нравится, как я объясняю материал, вот вам понравилось, вы такие, о, я наконец-то все понимаю, все классно, все замечательно. Приходите ко мне на занятия, я вас с удовольствием подготовлю к углу по обществу знанию на пятерочку на курсе в Школково. Можете либо просто вбить в поиски в гугле Школково и найти там мой курс, либо перейти по ссылочке в описании. Я всегда рад новым ученикам. Приходите, занимайтесь, мы с вами ко всему подготовимся. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Всем пока, всем удачи в дальнейшей подготовке.